Сергей Климов – блогер, общественный и политический деятель. В своих видео поднимает волнующие краснодарцев и жители края социальной проблемы, обращая на них внимание местных властей. Пытался разобраться в ситуации, сложившейся в СНТ станице Елизаветинской, где жители пожаловались на местного председателя, главе Следственного комитета. Активно освещал тему ремонта дорог, а также проблему жительниц Геленджика, которые могли лишиться своего жилья. Добрый день, уважаемые читатели «Блокнота Краснодара». Сегодня мы встречаемся с небезызвестным в кубанской столице человеком, блогером, общественным и политическим деятелем, правозащитником Сергеем Климовым. Сергей, добрый день. Добрый день, Елена. Добрый день, уважаемые зрители. Сергей, ну и сразу о своей деятельности. Если проследить твою историю, твоих роликов в интернете, то получается, что блогерством ты занялся года четыре назад. Что тебя побудило? То, что это сейчас модно, или это твой способ поднять какие-то важные социальные проблемы? Изначально я вообще всегда, ну у меня была такая детская мечта стать актером. Но актера не получилось, потому что играть я не очень умею. И я хотел заняться блогерством, но хотелось что-то делать не то, как это делают, ну вот в типичном понимании, да, блогеры, там какой-то там юмор, там, что я это очень люблю и ценю, работу каждого. Но мне хотелось сделать нечто большее, потому что у нас есть огромное количество проблем в городе, в крае и в стране, которое бы хотелось и получается, как мы уже видим по истечении времени, решать. И вот, собственно говоря, это и стало таким катализатором, чтобы я начал снимать именно социально важные вопросы. Был поначалу страх перед камерой, переживание, как зайдет твой контент аудитории, или все шло легко и непринужденно? Когда я снимал на телефон, тогда все было легко, потому что я обычно это делал так, то есть снимаю себя, все хорошо. Но когда я первый раз оказался перед телевизионной камерой, я там поднимал тему хоккейного клуба в Станице Северской, нужна была помощь детям. И тогда у меня брал интервью, там, один из телеканалов государственных, там у них большая камера, и я стоял, вот так смотрел на нее, и у меня все пропадало. Я не знал, что говорить, у меня путались мысли, такой тупняк начинался. И, ну, со временем это прошло. То есть здесь, кажется, вообще не кажется, я уверен, что чем больше ты общаешься, чем больше ты ставишь себя вот в такие стрессовые ситуации, потом ты уже привыкаешься и, соответственно, уже себя более открыто и непринужденно начинаешь вести. Опять же, если проследить за твоим контентом, получается, что он очень сильно менялся за 4 года. Если поначалу это была откровенная критика местных властей, затеянные проблемы, трудности, то со временем начала появляться более конструктивная критика, комментарии местных чиновников, поиск решения проблем, в связи с чем? То есть ты понял, что это более эффективно, или это как-то связано с тем, что ты сам занялся политической деятельностью, или какая-то другая? Когда я пришел вот в это общественное пространство, я был молодой, ну, относительно, да, и бестолковый. Я не понимал многих процессов, как они устроены в той же администрации, и до сих пор для себя сейчас узнаю много нового. Соответственно, изначально, да, я там кричал, мы там еще, я освещал митинги, которые мне до сих пор аукаются тем, что на меня один раз оставили протокол за незаконное участие, хотя не участвовал, я там освещал. Ну, тем не менее, ладно, там, дело прошлое. И была критика, то есть я говорил, как все плохо, как все плохо, но со временем я понял, что, ну, критиковать я только себе, условно, врагов наживаю, да, и, возможно, уголовные дела в будущем. Думаю, надо что-то предложить, чтобы оно решилось. И первое, там, один из первых роликов был, когда я попробовал это сделать, я осветил проблему в городе, это было Тургенева 144-1, и предложил решение. И администрация города тогда услышала, они напрямую со мной не связывались, потому что я был в красных списках, там есть такие у них, то есть там оппозиционер как будто бы отмороженный. Вот, но тем не менее, я так понял, что кого-то заинтересовало, кто-то увидел во мне перспективу и говорит, давайте, ну, сделаем это. И они отреагировали на сообщения, так сказать, в соцсетях, и проблему людей устранили. Соответственно, я понял, думаю, о, ничего себе, это работает. И тогда еще я общался с оппозиционным кластером, который был в тот момент, я им предложил, слушайте, то, что вы собираете митинги, да, ну, это тогда было еще относительно свободно у нас, можно было делать. Это все, конечно, там здорово и замечательно, давайте что-то вместе сделаем полезное для города. То есть именно вот, ну, так сказать, теория малых дел. Но я не нашел отклика в этом, то есть, ну, видимо, другая какая-то задача была, интересы у людей. И, соответственно, начал это делать сам. И со временем, чем больше я привелял адекватности, тем больше началось взаимодействие с теми же чиновниками местными. И сейчас вот даже уже мэр города давал комментарии мне. То есть это произошло, потому что в этом есть смысл. И как я сейчас могу, например, говорить, ну, что-то там ужасно плохое об администрации, да, той же городской, мне сейчас говорят, что у меня стала какая-то повестка такая более лояльная. Если я обращаюсь к ним, там, к любому департаменту, говорю, давайте вот тут что-то сделаем. И они говорят, да, давай. Даже вот с объекта, то, что Красный Партизан делают у нас, подземный переход, хоть и спорный весьма, да, был объезд через улицу Круговую. И обратились к главе города, он связался с застройщиками, разработали план и за счет застройщиков сделали там дорогу. Ну, разве это не здорово? И когда я говорю, что спасибо там главе города за то, что он нам помог, мне говорят, что ты его хвалишь, он делает свою работу. Да он мог просто послать меня, грубо говоря, да, и сказать, я ходил так и орал, дальше там что-то плохое. Но нет, они взаимодействуют, если видно конструктивные какие-то предложения, они помогают, и в этом большой плюс. Я вижу за это будущее в плане нормального взаимодействия. То есть огласка и конструктив все-таки это лучше, чем обычная критика, и что у нас местная власть ничего не хочет делать, вот сколько лет, проблемы. Тут, знаете, вот сейчас, кстати, мне кажется, что огласка так или иначе нужна, потому что, несмотря на весь конструктив и какие-то дельные предложения, обращается внимание чиновников туда, где наиболее такой, скажем так, очаг, как-то это, возмущение общественного. То есть если это большую социальную огласку получило, то, соответственно, туда в первую очередь и начинают работать. Поэтому мы этим и занимаемся. То есть смотрим самые острые проблемы, которые нужно решить и можно. Я же тоже понимаю, что нельзя в одночасье все проблемы города решить. Это невозможно просто. Поэтому люди обращаются, соответственно, мы эти проблемы освещаем и ищем решение. Потому что есть нерешаемые проблемы, так вот, как, например, давайте завтра построим метро. Ну, понятное дело, что этого не будет. Это слишком долгий, длительный процесс. А вот такие какие-то локальные, даже есть у нас и серьезные вопросы, можно решить, но надо находить и компромиссы, и всех заинтересованных лиц. Так же, как вот на этой улице Круговой, благодаря тому, что там застройщики эксплуатируют дорогу, ее разбили, получилось их привлечь, так сказать, к ответственности, чтобы они на себя изолировали эту финансовую нагрузку на восстановление этой дороги. У тебя стали появляться видео, их все больше и больше, о поездках в зону СВО. Понятно, что ты ездишь с гуманитарной группой. В какой момент ты начал ездить, и что это дало тебе, как человеку, как блогеру, что тебя в этих поездках особенно поразило, удивило и зацепило? Первая поездка моя была в августе, по-моему, либо в конце июля, я уже не помню, либо в начале августа 2022 года, когда взяли Мариуполь. То есть наши войска прошли туда, взяли Мариуполь, это была очень сложная точка. И я поехал туда, потому что у меня было тоже непонимание, зачем мы ввязались в этот конфликт. То есть нужно это было, не нужно было. Я со своего места, маленького, не видел этого. А я человек, который хочет всегда разобраться в истинных мотивах, в истинных причинах. Найти понимание, почему так или иначе случается. И, соответственно, я отправился туда. Тогда мы приехали в Мариуполь с товарищем моим Максимом Тилковым, с гуманитарным грузом. Мы привезли гуманитарный груз, часть для военнослужащих наших, часть для жителей Мариуполя. И там я пошел общаться с местным населением. И вот тогда у меня картина мира перевернулась. Когда они мне рассказывают, когда местные жители там были как и пророссийские, так и проукраинские. Но все, и те, и другие говорили, что это ужас, который мы пережили, а дома разрушены почему были? Потому что в СУ подгоняли пушки к жилым домам, отстреливались и уезжали. У меня даже есть эти кадры, где женщина мне дает этот комментарий, правда без лица, потому что она очень боялась, что я с ней что-то сделала. Тогда еще было непонятно, удержим мы Мариуполь, не удержим, потому что его только вот отбили. Соответственно, она не захотела. Но у меня есть эти кадры из этого разрушенного дома, как она говорит, что да, это было. Они приезжают, отстреливаются, пушки убирают, мы ловим прилеты, соответственно. И вот тогда у меня картина перевернулась в голове, то есть я понял, насколько там все очень плохо. Когда она говорит, я говорю, а почему вы не ушли? Вот из Мариуполя, когда вот это все началось, почему вы просто не эвакуировались? Их не выпускали, это с ее слов, со слов всех практически, кто там был в этом доме, с кем мы разговаривали, там порядка 150 человек было. Вооруженные силы Украины не давали людям покидать город для того, чтобы российские военнослужащие дольше его брали. Потому что наши парни, они такие, они добродушные. То есть мы даже кадры эти вначале видели, когда им перекрывали дорогу гражданские, на танках они едут, и они там останавливались, пытались их отводить, максимально лояльно. А при этом свои же их и не выпускали для того, чтобы себя прикрыть. И вот тогда у меня картина мира изменилась. То есть я посмотрел, как наши военнослужащие общаются с местным населением, как они вообще себя ведут по отношению даже к... Там есть люди, которые настроены абсолютно против России. Мы в Мелитополь приезжали, такие они очень нелояльные там. Я не могу сказать, там много их или мало, это такое статистическое. Но они есть. И даже при том, что вот я в один раз приехал на Днепр, мы всю ночь привели на Днепре, и получается, что человек, он там был выпивший и пробил себе голову. Наши военнослужащие, я вместе с ними поехал, мы ехали ночью через эти блокпосты, чтобы отвезти его, зашить ему голову, хотя он всю дорогу орал на нас там, что мы там оккупанты и все прочее. И когда я с ним разговорился, я спрашиваю, а почему ты, у тебя дети есть? Он говорит, да, есть там трое детей. Я говорю, а не ходят там в школу, садик? Он говорит, нет, не ходят. Я говорю, а почему? Да потому что из-за вас разрушено все. Я говорю, а когда наши разрушили? Типа вот сейчас наши штуки зашли не так давно. Он говорит, нет, еще там давно там условно. Я не понял, когда мы в 23 году в Днепр, по-моему, ездили. А это в 22-м было. В 22-м разрушили. Я говорю, а как наши, ракеты наши запустили? Или что, по школам и садам вашим? Он говорит, нет, наши, ВСУ, их отступали и взорвали школу и садик взорвали. Я говорю, а зачем? Он говорит, ну я не знаю. Я говорю, так а наши солдаты тут при чем? Нет, ну все равно это из-за вас. Я говорю, ну так они же могли не взрывать и отойти, правильно? Ну да. И вот в итоге мы пока с ним ехали, примерно пару часов эта дорога занимала, он уже, соответственно, мне удалось путем выстраивания логических цепочек, ему объяснить, что не так однополярно все. Я говорю, а знаешь, за чего вообще началась спецоперация? Он говорит, ну да, там же, там пришли, там америкосы, газ там качать, что такое. Ну вот это его слова. И тогда вот мы с ним поговорили, и он сидит и сам понимает, что что-то не в ту сторону он до этого начинал. И в итоге все, мы потом, когда вернулись уже, он, во-первых, протрезвел, во-вторых, он уже был такой достаточно лояльно настроенный. А расскажи, что за случай у тебя произошел, когда ты был крайний раз в Крыму? Что-то у тебя на границе случилось с пограничниками? Да, я еще резкий пост у себя в телеграм-канале написал об этом, потому что, ну, немножко разозлился. Смысл в чем? Мы заезжаем, то есть я до этого уже много-много раз пересекал, там же есть эти пограничные пункты все равно остались, там между Херсонской областью, ну, между всеми областями еще, она как бы не граница, но все равно там сидят пограничники и проверяют. Мы возвращаемся, и через этот пункт, это в Чепланке на Хочеплинке, или Чепланка, там, за Армянском сразу, мы заезжаем обратно, первый раз там проезжали, и нам говорят, вас на беседу там надо сходить, кто первый раз заезжает, надо на беседу сходить. Я думаю, странно, первый раз такая история. Нас заводят, и там был сотрудник органов безопасности, ну, и начал спрашивать там, что, как, что делали, смотрят, что у меня там есть камера, что там у нас пропуском прессу, ну, смешный был. И он говорит, что, куда ездили, зачем? Я говорю, гуманитарку отвозили. Он берет паспорт мой, вбивает у себя, отправляет запрос, и ему объектив, когда на меня приходит, и тут его настроение ко мне резко меняется. Он говорит, а что ты в митингах участвовал? Я говорю, ну, я не участвовал, а освещал. Он говорит, ну, как ты освещал? Говорит, что у тебя статья за участие. Но у меня же есть, это было, когда, я считаю, что статья была неправомерная, если что. Вот, но тем не менее, было да было, и он начинает цепляться. Потом там еще материал, еще материал, и, ну, там, где протоколы не заставлялись, но у них там база хорошая на меня есть. И он мне показывает, забирает телефон у меня, получается, все данные смотрит на нем. Я говорю, я телефон сначала, когда я не хотел говорить там о телефонопароле, он говорит, ну, сейчас, тогда не уедешь. Думаю, ладно, скажу, мне особо там скрывать нечего. И начался такой, ну, прям прессинг. И я сначала сбесился, думаю, ну, ты офигел? То есть мы помогаем пацанам, помогаем фронту, ты нас тут штурмуешь. И у нас было жесткое недовольство. Но потом, когда я вернулся в Краснодар, я уже трезво посмотрел на эту ситуацию. И с другой стороны, я вижу эту картину со своей стороны, а какая картина с его стороны? Во-первых, мы сами знаем, сколько у нас людей бежало, да, из страны, и теперь говорит гадости всякие в отношении России. Это один момент. Второй момент. Он открывает человека, который ездит на СО, который с камерой, который там снимает непонятно что, и у которого есть статья за участие в митингах. А митинги были, ну, объективно, против власти, да. И он так и сказал, он говорит, вы опасны для государства. Я говорю, слушайте, ну, это было, говорю, то есть я не отрицаю то, что там я снимал тогда эти митинги, хоть и не участвовал, но тем не менее. Ну, а последовательно можно все равно сказать, что раз снимал, значит, участвовал в какой-то мере. Ну, наверное, из этого суд исходил. Но, говорю, я же был, у нас, говорю, просто не было альтернативного источника информации. То есть, то, что у нас было, я этому не доверял. А западная, то, что у нас пропаганда шла, антироссийская, она снималась гораздо качественнее и лучше. Ну, и, соответственно, да, было какой-то подвержен. Ну, я так как сам узнавал потом все новое, начал уже по-другому смотреть на вещи. Ну, в итоге, его это не убедило, он там не сказал, что, говорит, мы тебя еще скоро, это, мы с тобой увидимся. Не мы, говорит, а мои коллеги. Я говорю, ну, увидимся, значит, увидимся. Ну, и тут, я думаю, тоже, ну, у ребят работа такая, потому что, это, я вот ехал такой человек, который знаю о себе, там, у меня там, в Краснодаре там, некоторые люди знают, немного, но кто-то знает. А для него я какой-то левый человек, который вообще непонятно, с какими целями туда едет. И, как будто бы, я даже оправдываю, наверное, этот поступок, потому что, ну, безопасность государства все-таки превыше всего. Если меня когда-то, они заберут свои серые подвалы, я буду очень сильно грустить. Что касается хейтеров, у любого публичного человека они всегда есть, у тебя есть особые такие поклонники твоего творчества, или всегда критика в твой адрес конструктивна, или это необоснованно совершенно? Ну, критика конструктивной всегда не бывает. То есть, она, она бывает конструктивной, бывает нет. Я не могу сказать, что у меня их сильно много. Вот, например, в моем канале, в YouTube, в Telegram-канале, там собрались достаточно люди, которые меня уже давно знают. То есть, они подписаны еще с ковидных времен, когда я вот только начинал. И они меня знают, знают, что я открытый, добродушный человек. У меня в канале все нормально, редко там залетные какие-то есть. Но когда мы ролики подхватывают паблики какие-то, выкладывают меня там с какой-то проблемой, вот туда лучше не заходить в комментарии. Потому что столько людей пишут, столько грязи вообще. Вот оскорбляют незнакомого человека. Ты просто выкинул, даже если это полезно, даже если ты сделал. Вот недавно совсем был случай, меня там выкинул Тимошевский паблик. Я зашел, я там ничего не писал, но там были мои подписчики, потому что там спор разгорелся. И мне пишут, да кто это такой, что он там делает, он вообще ничего полезного не сделал, очередной хайпажор. Им пишут, слушайте, ну он там вот это сделал, вот это сделал, вот это сделал. То есть это бездеп не сделалось Дорога даже, я видел, люди писали Про дорогу в Славянском микрорайоне И они пишут, что он сам асфальт квал То есть, ну, это все И, ну, на такое я думаю Что просто даже, наверное, не стоит обращать внимание Потому что есть люди Недовольные всем У меня был один постоянный хейтер Вот прям постоянный вообще Он всегда под каждым моим постом, пока я его не заблокировал Писал вот прям открытое оскорбление Потом в других каналах писал Потом с помощью Одной программы, скажем так Я вбил его ник Ну и узнал все о нем То есть кто он, где живет Сколько ему лет, чем занимался И начал ему писать Сначала обратился по имени А у него там аккаунт скрытый был Обратился по имени отчества Ну там, условно там Геннадий Борисович, ну зачем ты вот в 47 лет Пишешь такие гадости Ну понятно, что там работаешь там-то Ну вот супруга твоя будет Если вот, и тоже там И там Елена Михайловна Как вот если скрыны я сейчас отправлю по вот этому номеру Что ты вот такие вещи пишешь Он меня заблокировал и удалился То есть многие люди готовы просто Ну я не знаю, может потребность какая-то внутренняя есть Чтобы вот оскорблять других Критиковать там, не вносить конструктив Но как только ты их опубличиваешь Ситуация сразу меняется Было такое, что прямо обижало тебя И ты расстраивался, сомневался Вообще правильно ли ты действуешь, неправильно Может быть на начальных этапах да Сейчас уже точно нет Я за вот 4 года работы Понял, что не стоит слушать критику Вот, ну такую прям Есть вопросы, в которых я могу сказать, что я разбираюсь Пока мы строили ту же дорогу в Славянском микрорайоне На меня обрушился шквал критики от тех же людей Которые обратились ко мне, чтобы я это осветил Потому что я им говорю одно Им на ухо кто-то со стороны шепчет другое Даже были официальные лица, которые им говорили Что дороги не будет, 100% Я им говорю, мне глава города сказал, что будет Он меня ни разу еще не обманул, я ему верю И они говорят, да нет, он там всем Я говорю, вам конкретно, что он обещал и не сделал Они там, ну, аргументов не нашлось Я говорю, вот ждем марта В марте начнется строительство дороги у вас В итоге мы построили, люди потом остались благодарны Но я тогда все равно не послушал Я даже им в жесткой форме сказал, что Сейчас никакого диалога не будет Я вам говорю, что будет вот так Вот если в марте строится дорога и не ждет Будете предъявлять мне, потому что я вам сказал А я уже буду тогда обращаться к главе города Спросить, почему так получилось Всегда может что-то сорваться Может пойти не так Могут перенести сроки Это большой, огромный процесс В котором замешано огромное количество людей И переменных слишком много Для того, чтобы все было прям всегда идеально Могут быть дополнения Тем не менее, как и обещал Евгений Михайлович В марте у нас началось строительство дороги Хорошо Мы говорили о хейтерах Давай зайдем с другой стороны А поклонники появились, постоянно Вернее, поклонницы, скажем так Были какие-то, может быть, необычные предложения На свидание кто-то, может, звал Нет, на самом деле У меня просто аудитория такая В основном, ну, возрастная То есть, очень много пишут там Мне Приятные слова Но там женщины в основном И поэтому И контент такой социальный То есть, если бы я, может, был каким-то Таким блогером в классическом понимании Который там про машины Там про красоту Это, может быть, и так было А так у меня нет В основном Все по делу Либо там просто слова поддержки выражают Сергей, ну и завершая нашу встречу Расскажи какой-нибудь Интересный случай Из своей деятельности Который тебя зацепил Может быть, напугал Порадовал Вдохновил Поразил чем-то Было что-то такое на съемках? Каждый раз Когда мы снимаем Все ситуации Там относительно уникальны Поэтому выделить что-то одно Ну, я не могу Мне кажется Ну, все в рамках таких Бывают ситуации, когда люди лукавят Когда люди ко мне обратились И сказали Вот по одной ситуации То есть, все Я начал снимать Начал А у меня есть главный Принцип в моей жизни То есть, если это расходится С моим убеждениями Я за это не берусь И там Такая ситуация сложилась Я не буду называть именно саму ситуацию Потому что Ну, конечно Да Вот Но люди Меня немножко ввели в заблуждение Когда рассказывали о проблеме И получилось, что они там хотели Просто свои интересы оставить Путем ущемления других интересов Есть Есть определенные принципы Мои жизненные Через которые я не могу переступить Иначе я потеряю себя И этого очень боюсь Я не хочу Я не говорю, что этого никогда не будет Я всегда буду такой Все меняется в жизни Все может быть И я всего лишь человек А там обычный Которого может там что-то затмить разум Но по крайней мере Я сейчас стараюсь держаться И много моментов упускал Я знаю, что я чист Я знаю, что мне никто не скажет Вот прям объективно Что я там где-то что-то сделал Не по справедливости И вот это для меня самое главное Это бесценно Сергей, ну Блокнот Краснодара Желаю тебе таким же И оставаться всегда Профессиональных и личных успехов И спасибо за интервью Спасибо вам большое Мне было очень приятно Если что Всегда к вашим услугам Все, всем до свидания